Уважаемые коллеги, рад вас приветствовать в гостеприимной Астане. Здесь проходят мероприятия по разным направлениям, но это позволяет нам на полях этих международных встреч проводить контакты по региональной проблематике, в частности, по отношениям между нашими близкими друзьями Армении и Азербайджаном. В контексте тех договоренностей, которые были достигнуты нашими лидерами, президентами Путина Малиевым и премьер-министром Пашиняном, в ноябре 2020 года и в декабре и в ноябре 2021 года эти заявления подписаны на высшем уровне, как я уже сказал, и они закладывают основу для урегулирования всех аспектов отношений между Арменией и Азербайджаном и всех аспектов установления устойчивого мира и стабильности на Южном Кавказе. И отдельная тема, конечно, это согласование мирного договора в дополнении к договоренностям о разблокировании экономических и транспортных коммуникаций и о проведении делимитации через создание двусторонней комиссии между Азербайджаном и Арменией при консультативном содействии российской стороны. Исходя из того, что время бежит быстро, события развиваются достаточно стремительно, я считаю, что сегодня очень удобный повод пообщаться на эту тему и посмотреть, что мы можем доложить нашим лидерам относительно выполнения договоренностей, которые они подписали. Поэтому я рад этой возможности и уверен, что мы сегодня сможем лучше понять, как нам двигаться дальше. Еще раз добро пожаловать по алфавиту. Раз такая встреча была в мае месяце в Душамбе, тоже на полях СМИД СНГ, мне кажется, что сегодня с тех пор было достаточно большое количество контактов, встреч как на двухсторонней, так и на многосторонней основе. С этой точки зрения, мне кажется, сегодня было бы полезно переговорить, обсудить вопросы, то развитие, которое было за этот период времени. Мне кажется, что, как минимум с нашей стороны, мы сделаем особый фокус на том измерении постконфликтного регулирования, за которое непосредственно отличают министры иностранных дел. Это вопросы мирного договора, по которому у нас уже была недавно встреча. Но в то же время, со своей стороны, также хочу отметить, что было бы полезно, конечно, переговорить и по другим вопросам постконфликтного регулирования, в число которых, естественно, входят вопросы делимитации государственной границы, а также вопросы открытия коммуникаций. Ну и отдельным блоком, я думаю, что также затронем вопросы гуманитарного характера. Я думаю, это, как вы заметили, Сергей Викторович, хорошая возможность использовать наши встречи на разных международных площадках, чтобы также поговорить и попытаться найти решение по проблематике нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, по всем ее аспектам, также и по проблематике Нагорно-Карабахского урегулирования, в русле тех трехсторонних заявлений, которые вы отметили, трехсторонние заявления наших лидеров, вот 9 ноября 2020 года, я 11 января и 26 ноября 2021 года. Спасибо. Спасибо.